К сожалению, команда Тайра Мусаева сегодня уступила телезрителям и, вероятнее всего, не сыграет через неделю в финале года. Тайр, у вас перед началом серии был счет 6-2. Скажите, вы до начала серии приняли решение, что будете играть две игры? Либо же это произошло после первых игр серии? Знаете, мы приняли это решение, наверное, по ходу серии, когда мы видели, как команда играет. Вот, наверное, нам в какой-то момент, я вспомнил предыдущие года, когда так часто господин ведущий и в целом редакторская группа говорила о том, что как часто проигрываются на такие телезрителям, иногда даже ставилось на ставку, как бы, распуск клуба всего. Мы понимали, что в очередной раз, когда команды проигрывают, что, наверное, стоит исправлять это. Мы видели в себе силы, мы чувствовали в себе силы, все-таки мы до этого сколько раз подряд побеждали и, ну, вот, как-то решили сыграть. То есть, более того, как бы, в противном случае, если бы мы отдавали право играть какой-то другой команде, то нам нужно было бы играть потенциально, я верю в силы, эти команды против счета 6-0, что гораздо сложнее, чем просто победить. Как оказалось, ну, как бы, где-то я был прав, где-то нет. Обе игры получились очень эмоциональными неделю назад и сегодня. Скажите, вот, довольны ли вы игрой своей команды неделю назад и касательно сегодняшней игры? Считаете ли вы, что ведущий был к вам несправедлив в каком-либо эпизоде? С точки зрения конкретной игры я не считаю, что ведущий был несправедлив. Ведущий, как и все, как бы человек, который имеет свои, может быть, предпочтения, может быть, не имеет целью, как бы, я его понимаю, красивую игру. Мы постарались дать красивую игру, мы постарались победить. Как я сказал, нашу целью было победить, естественно, не проиграть. Другой вопрос, что допускать диалоги в самом начале игры о том, что произойдет, когда команда проиграет. Не если команда проиграет, а когда команда проиграет. И это обсуждает хранитель традиций вместе с старейшинами и вовлекает все остальные членов клуба, вовлекается ведущий в эту дискуссию. Наверное, это не самым позитивным и положительным образом влияет на игру команды. Естественно, не хочется себя чувствовать в роли аутсайдера, тем более, когда мы верим в то, что, ну, я верю, что какие-то вещи, произнесенные вслух, они могут материализовываться. И на подкорке в последующем ведущий уже держал, как бы, версию того, что, ну, вот команда проиграет, почему бы. Ну, в общем, скажем так, самое главное, я все-таки сегодня 30 декабря. Хочу пожелать всем азербайджанцам хорошего 31 декабря, хочу пожелать всем другим, кто смотрит, всем другим национальностям, кто смотрит нашу передачу хорошего нового года, хорошего, успешного следующего года. Это всего лишь игра. Частично присоединяюсь к словам Эльмана, что все-таки не нужно поощрять поражение, а нужно поощрять победы. Нам нужно всем побеждать, как на полях сражений в этой игре, так и на полях сражений в наших личных жизнях, так и на полях сражения, ну, не дай бог, там, буквально, которые происходят. Поэтому я желаю всем всегда победы. Тайр, большое вам спасибо за интересное интервью, за искренние ответы. Вас также я поздравляю с Днем Солидрансии Азербайджан со всего мира, который уже будет завтра, и с наступающим Новым годом. До новых встреч в нашем телеклубе уже в новом 2018 году. Спасибо, удачи. Днем Солидрансии Азербайджан со всего мира.